То ли подвал, то ли сауна. Многоквартирный дом в Матавельхинском районе уже девятый день заливает кипятком. Причина – порыв трубы теплоснабжения. В квартирах на первых этажах уже отваливаются обои, появляется плесень, людям трудно дышать. Управляющая компания бездействует. На место выехала наша съемочная группа. Тепло, темно и очень сыро. Житель дома 38 по бульвару Гагарина показывает воду, стоящую в подвале. Последствия аварии видно невооруженным глазом. Из подвала валит пар, стена фасада здания влажная. Но больше всего от протечки пострадала квартира, которая находится как раз над трубой. Местные жители говорят, что так жить невозможно. Примерно 8 дней назад прорвало трубу в подвале. Как я понял, теплотрасса, потому что кипяток идет, везде скапливается пар, конденсат. Я вот живу на первом этаже. У нас на обоих произошел грибок. Сейчас боремся с ним. У соседей, как по словам соседей, отваливаются обои. На помощь жителям никто не спешит. В свою управляющую компанию, районную жилищную службу они обратились еще 26 февраля. Говорят, никакого толка. Пожаловались другие органы, в том числе и администрацию района. Администрация сказала, что отвечает за трубу компания ПСК. Туда обращались, в ПСК. В ПСК сказали, что должны отвечать администрация. Получается, в управляющую обращались. Они сказали, что к трубе им как бы не относится, они ничего предпринимать якобы не будут. Жильцы даже примерили на себя роль мобильных репортеров. Пытались достучаться до властей, сняв несколько видеоотчетов и разместив их в социальных сетях. Сегодня восьмой день. Как никто не реагирует на проблему. Мы со своей стороны также позвонили в пермскую сетевую компанию, дочернее предприятие ПАО ТПлюс. Главный вопрос был, чья труба. В компании ответили, что она пока бесхозная. Но ее все же починят. Сеть, проходящая по подвалу дома по бульвару Гагарина 38, не находится на балансе наркокомпании. Соответственно, пермская сетевая компания не обслуживает этот участок транзитного теплопровода и не может проводить на нем работы в обычном порядке. Для проведения ремонтных работ необходимо официальное обращение от операции района. Сейчас такое официальное письмо к нам поступило и энергетики в ближайшее время приступят к ремонту. Нам также сообщили, что скоро у проблемного трубопровода появится хозяин. Его должны передать на обслуживание в ПСК. Работы по обследованию объекта уже начались. Дмитрий Гаврилов, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.